Два больших праздника, православный и государственный, в один день. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения штурмом взяли Китай-город, освободили Москву. День народного единства для христиан известен и как День Казанской иконы Божией Матери. Отметить оба праздника собрались прихожане Троицкого храма, воспитанники двух воскресных школ и участники клуба православной молодежи Добродетель. Наш народ всегда был един, и наш народ всегда объединялась в святая православная вера. Праздник над корнями своими уходит в волную верность. И с нами им этого единства стала Казанская икона Божией Матери. Мы почитаем ее как драгоценную святыню. Хотелось бы пожелать только одного, чтобы это единство во имя веры у нас никогда не ослабевало. Историческая викторина, чаепитие и концертная программа. Подобные вечера здесь не в новинку. Православная молодежь города с удовольствием организовывает такие мероприятия на протяжении последних двух лет. Например, День Семьи, Любви и Верности, 8 июля мы отмечали уже дважды за это время. Другие праздники отмечаем в основном Рождество, Пасха, то есть то, что приурочено больше к православным праздникам, но вот и некоторые государственные в том числе. Посмотри, там за парком в тени обелиска, Молодые гуляют, они влюблены, Как спокойно и кажется небо так близко, Потому что не знаю, мы уже свои. В клубе православной молодежи состоит 15 человек. Эти ребята собираются вместе не только на отдыхе. Например, весной и летом прибираемся на кладбище при Троицком храме, Выезжаем в различные села с концертами, Помогаем всем с заготовками. В общем, делаем в основном те поручения, Которые нам дает наш батюшка, отец Евгений. Меня позвал Максим сюда. Сказал, что тут очень весело, добрые люди. То, что тут все очень сплоченные, Всегда поймут, поддержат. И есть чем заняться без дела, Точно тут не останешься. Чем только мы тут не занимаемся, Мы помогаем церкви, Мы вдохновляем других людей. Вместе танцуем, пляшем. Были даже спортивные мероприятия. То есть большинство мероприятий с детьми, конечно, проводятся. Ну, очень классно. В этот раз организаторы праздника напомнили собравшимся. Россия сильна многообразием, в том числе национальным. Ну, а казанский образ Богородицы тем временем Остается одним из самых любимых в России. Именно казанской. Благословляют к венцу молодых. Перед ней молятся о семейном благополучии. У нее просят помощи в бедах, болезнях и тяготах.